Добрый день дорогие друзья! Добрый день уважаемые радиослушатели! Интернет-портал Радио Центра Сангейц продолжает свои программы. И как всегда по пятницам у нас на связи Елена Порецкая, парапсихолог, медиум, целитель, гадалка и человек, который помогает людям уже достаточно много лет. Вчера, в прошлый раз мы говорили об очень серьезном вопросе. Это даже вопрос был не парапсихологии, а был вопрос кармического плана, это общение с нашими детьми и как мы создаем задел на будущее, поскольку наши дети, у них будут свои дети, у тебя будут свои и так далее. Ну вот сегодня мы поговорим тоже о членах нашей семьи для многих. Это домашние животные. Вот вы знаете, дорогие друзья, ну давайте поздороваемся с Еленой. Лена, здравствуй, рад видеться. Привет, Майкл, привет все, кто нас смотрит, а будет смотреть. Да. Особенно в Соединенных Штатах, вот я столкнулся с тем, что домашние животные, это просто как действительно члены семьи, то есть за ними ухаживают, ну уж никак не меньше, а то и больше, чем за родными, может быть, детьми, особенно те, которые уже ушли из дому, и целые клиники, целые, ну не знаю, центры, причем огромные центры у нас есть, где, вот как мы знаем, больницы, допустим, лечат людей. Вот точно такая же больница, точно такие же там территории и стоимость, кстати, точно такие же для лечения, для профилактики и там вакцинации наших меньших братьев, как говорится. Ну вот, сегодня хотелось бы поговорить именно на эту тему, потому что есть у нас среди наших специалистов, работающие в центре Сангейт, тоже такие люди, которые, ну облегчают страдания наших домашних животных с помощью не медикаментозного воздействия, там всяких уколов и, не знаю, что таблетки там есть или нет, а с точки зрения энергетического целительства, причем, заметьте, это стоит значительно дешевле, просто неизмеримо дешевле, там такие стоимости заоблачные для, еще раз, в этих клиниках, что просто-просто. Лен, давай тебе слово. Ну, скажу, что у нас в России отношение к животным двойственное, то есть какой-то процент людей к ним относятся как люди в деревне, то есть как домашние твари, которым можно покормить всем, чего пришло, и, по сути, как бы это не настолько существенно важная деталь в жизни человека. Но есть очень большой процент людей, которые любят животных, действительно, как в Америке, также точно уделяют им время, и у таких семей обычно животные реинкарнационно завязаны, это, опять же, в животное может родиться предок этой семьи, который будет сопровождать своих потомков, как бы защищая, если он будет чувствовать угрозу для их жизни. То есть такие животные обычно талисманы семьи, к ним очень сильная привязка, и бывает, что они реинкарнируются потом в другое животное, когда это животное-талисман умирает. У нас в семье это было, и в том числе вот свидетельство тому наш бублик, да, который был сначала черепашкой, потом, соответственно, я чувство вины испытывала, что она так вот умерла у нас странно, и потом он родился у нас в качестве рамзеса, да, вот рамзес был в четырнадцатом году, он ушел, забрав на себя очень большой негатив семьи, и буквально через полгода я вдруг почувствовала в магазине ветеринарном ощущение от рамзеса, и вот у меня так появился бублик. Вы имеете в виду рамзеса какого, рамзеса, которого египетского? Нет, нет, не египетского, а своего рамзеса. А то я уже испугался. Нет, нет, просто я люблю египет. У вас семей фараон в виде, который переродился. Нет, нет, нет. Вот, и, соответственно, к чему я это говорила, значит, что животные несут кармическую связь, вот эту вот, вместе с теми людьми, у кого они проживают. Да, бывает, что животные, вы берете их, и они просто, ну, пришли к вам, и вы можете спокойно это животное отдать. Бывает, что нет привязки к животному, вот живет оно просто так. Ну, это значит, не ваше животное. Случайно взятое животное, оно так же проживает жизнь, не цепляясь за, как бы, корму, оно так же и уходит. Но оно преданно берет негатив, да, как бы в обмен на то, что вы содержите это животное и чего-то дарите как тепло. Это животное берет на себя негатив и подчас на себе забирает. Что такое лечить таких животных вообще, как бы, наших, да? Можно лечить абсолютно. Ну, я про нашу ветеринарию сейчас не буду даже рассказывать практически. Все случаи фатальны, да, у многих. Там абсолютно нельзя ничего предотвратить. Это, ну, бывают случаи излечения, но это 50%. Вот, и даже если снимаешь ты негатив и лечишь животное, то все равно это связано с семьей. То есть я всегда снимаю ей негатив, прежде всего, значит, из семьи тоже, потому что животное, оно взяло на себя нагрузку. У меня были случаи, когда люди привозили животных, и я их восстанавливала, лечила, как вот, руками, да, и восстанавливала им какие-то пробои. Это свою собаку тоже лечила. Буквально у меня была ситуация, где он согнулся и не мог разогнуться. Там у него в кишечнике что-то воспалило, много было, и я буквально руками вытаскивала все энергетически, естественно, да, вытаскивала, снимала, и он буквально через час стал приходить в себя. То есть животные, они не чувствуют негатив, вот, как мы, там, слова, там, они не различают это. Собаки по-своему берут негатив, да, кошки по-своему, как бы. Кошки, к тому же, очень хорошо, и коты видят потустороннее. И как раз животное дома в кошачьего плана, оно защищает дом от потустороннего влияния. То есть если на ваш дом идет привязка каких-то умерших, там, бывает, порчи делают такие, вот, как мне сегодня клиентка звонила, что там в девочку вселился подселенец, умерший человек. А вот, вот такие случаи тоже бывают, и кошки, они как бы отгоняют. То есть, поэтому здесь, наверное, животное кошачьего плана дома, оно защищает ваш дом на астральном уровне. Также, кстати, оно имеет связь с домовым. То есть вот тут вот такая плотная связь формируется, энергетическая, защитная. Лен, у меня вопрос такой, имеет ли значение это кошка или кот? Ну, это уже гендерное различие имеет для самих хозяев, наверное. В данном случае, не знаю, мне вот, кот у меня, потому что у меня зарифмовался. У меня это зарифмовалось, допустим, не со мной. У моих родителей, у моей мамы, когда она жила с родителями, жил кот Мишка. И там была очень серьезная, он был черный, тоже с белой грудью. И это были те годы, еще она 49-го года, значит, это где-то через 18 лет, это, ну, где-то, не будем считать, какой год, но вы поняли. И вот, и была ситуация, что мой родной отец, когда они уже стали жить вместе, он повесил этого кота, потому что кот его не взлюбил. То есть у нас присутствие бублика сегодняшнего в качестве родового кота, оно пошло оттуда. И когда у меня родился Рамзес, я фотографию у бабушки, мы были в гостях, увидела кота Мишку еще раз, я увидела и раньше, и вдруг я потряслась, насколько он похож на животное, которое вот у меня. И да, конечно, когда мой отец погубил этого черного кота, моя прабабушка Аня сказала ему, что он всю свою жизнь испортил. То есть он, ну да, действительно, он пошел не по той дороге, он всю свою жизнь этим испортил. То есть черные животные – это определенно магические животные. И здесь, как бы даже то, что они отмечены черным цветом, это какая-то защита, да, дома. И такое животное ни в коем случае нельзя калечить. Вообще животных нельзя калечить. Это все потом на вашей же карме отразится, причем в реальном времени может произойти, да, возвратный удар, штука быстрая. Но прямо вам скажу, что черные животные, если их затрагивать, то это связано с оккультным миром, с потусторонним миром. Эти животные очень сильные. И такие животные могут сломать, если их бить или уничтожить, они могут повредить карму человеку очень сильно. То есть и окрас имеет значение? Да, окрас имеет значение, потому что, ну, как бы черный цвет, он определенно связан, как бы, с мистическим. Ну, если вы все посмотрите, мы все черные кошки, у нас это все что-то нехорошее. На самом деле это не так, что ворона тоже. Это может быть и хороший знак, и плохой. Бывает так, что вы идете по улице, и на вас стали нападать вороны. У нас тут одно время было. Здесь надо посмотреть, почему. Предмет надо, да, гнездо рядом. И вот они все, они, бывает, селятся на одном дереве, и вот они начинают прямо пикировать и рвать людей. Реально это вот у нас тут было одно время. У вас какая-то аномальная зона? У нас электросталь, радиационный фон. Аномальная зона. У нас уже сталкеры приезжают. Это кошмар. Вы живете, вам молоко не дают? Нет, нам ничего не дают. И сейчас очень многие люди поднимают тему экологии города, потому что реально мы рассадник экологического бедствия, особенно наш завод из ЗТМ, это ужасно. Но это другая, наверное, тема. Вот, и вот эти вороны, то есть в вашем случае надо посмотреть, если вдруг на вас валятся птицы, я не знаю, прыгают, жабы какие-то, это тоже символика. Тут надо посмотреть, это значит, что у вас нечисто негатив. Особенно, да. Какое-то нападение идет, да. Особенно в городе, я представляю, я вот иду тут, даунтаун не Чикаго, на меня падает жаба или огушки. Нет, у меня такое было. У меня был, я иду, и начали слетаться вороны, у меня был какой-то конфликт, помню. Реально это страшно, потому что он пытается клюнуть в такие места, которые потом будут фатальны. Это ты боишься, да, действительно, это неадекватно на детей, на летание. Я такого только в кино видел. Вот был такой фильм «Омэн». Там как раз вороны. Да, 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 вот то же самое. Так все то же самое, Майкл, смотри, когда идет на человека негатив, да, вот, то все вокруг, если есть коренной негативный человек, то все вокруг у человека формируется под этот негатив, то есть ему как бы делают, да. И в этом случае надо на все обращать внимание. Это может быть нашествие тараканов у человека, вот он не может избавиться, были такие случаи. Это может быть, вот как у меня клиентка в офисе вчера, по-моему, была. Мы сидим с ней разговариваем, она родовая такая, у нее родовая целительская сила есть. Вот мы с ней разговаривали, и вдруг ниоткуда у меня, вот честно, вылетела муха, у меня окна закрыты, у меня абсолютно нигде не может родиться муха, понимаешь, да. И вдруг вот эта муха вылетела, и в итоге, конечно, ее прибило, она на меня почему-то сила, ее убило. Но это тоже негатив. У меня клиентка спрашивает, что это? Нет, ну в данном случае пришлось, она заняла мое пространство, она летала, мешала работать, я ее просто прибила, она упала, потом она опять ожила, куда-то полетела. Потом они как бы исчезают, сам потрясающе, из офиса, понимаешь, который закрыт вообще-то бывает, нету, не открываются окна. То есть это тоже символы. Это духи, духи, они откуда ни возьмись материализуются у нас в виде мух, там, тараканов. Вполне может быть, это, кстати, тоже показатель, показатель, что у семьи или, ну, в основном у семьи, что это идет какой-то негатив. Здесь, опять же, бороться, конечно, надо предметными методами, с тараканами, с мухами, с мышами и прочим беспределом. Но прежде всего, обратите внимание, энергетически, значит, вас что-то подгрызает, вам кто-то что-то желает. Вот, насчет животных мы все-таки говорили. Да, мы давайте вернемся к домашним животным. А то ворона, как бы, она не домашнее животное. Более того, это не животное. Ну да, птичка. Есть еще такая фишка, вот, что, как бы, про реинкарнацию хочу тоже сказать. Допустим, если животное умерло, домашнее любимое, да, и оно остается, зависает в пространстве астральном, в вашем доме, и может много лет находиться так, защищая вас, вы можете видеть вдруг белую кошку или черную. В зависимости от цвета животного, кто-то серых котов видит, ну, как, приходя в гости, люди могут видеть ваше астральное уже животное. И чем больше оно будет астральным, да, то тем больше будет уходить привычка этого животного, будучи в предметном теле, и вы уже его меньше будете помнить таким, и при перерождении такого животного оно абсолютно может иметь другой характер. То есть, если, допустим, в реинкарнировании моего бублика прошло полгода примерно в среднем, то он абсолютно взял все черты рамзеса, кроме цвета волос на груди. У него пять волосинок, у рамзеса была шикарная белая шевелюра, да. Вот. И абсолютно характер идентичен рамзесу, только, может быть, более мягкие черты, связанные уже с генетикой самого кота, от кого он там родился, да. Вот. Но если бывает, что животное дольше было, там, года два астрально присутствовало, то оно может переродиться, и черты характера будут другие. Вы можете узнать это животное, например, по привязке к вам. То есть, если, допустим, ваша кошка была, как овчарка привязана к вам, и какую-то особенность имела, допустим, она мяукала периодически, вот мявкала, так, знаете, как бы разговаривая, или игралась с какими-то предметами, вот, там, бумажки, вот, с фантиками, да, вот конкретно прям особенность какая-то, то это может вот как особенность, по этой особенности вы можете узнать, допустим, ага, там родилась вот та самая кошка, которая у вас была, вот как у меня тоже есть у клиентов такой случай, но сразу ты не распознал вот это, что это та кошка, допустим, а понял это через время, когда она подросла уже, и вдруг в ней стали характерны проявляться черты той кошки, преданность, вот она в фантики так играла у людей, и это тоже любит играть, игривость, но это более такая диковатая, потому что генетически она родилась у бродячей кошки. Бывает еще знаменательно, кто вам подарил котенка, да. Я опять же говорю, что вот я как бы кошатник, да, такой, но я вам скажу, что почему, потому что я больше чувствую этих животных, кошек, может быть, вот благодаря своему бублику, там, до этого рамзес, то есть я вот это, это животное для меня священное, да, как бы я в этом плане поклоняюсь египетским богам, и я знаю, что вот эта кошка, она под покровительством богини Бастет, по-моему, находится, да, вот, как бы я не очень точно знаю, но в любом случае, вот эти вот какие-то тонкости, вот и коты, и кошки, они на себе несут, они магические животные. Собаке немножечко другое, как бы, да? Да, я хотел просто, по поводу египетских богов, если с Робзе там понятно, то с Бубликом, тут египетский бог Бублик, я что-то такого не припоминаю. Нет, понимаешь, как назвали вообще-то бегемотом, назвали вообще сначала бегемотом, это из мастера и Маргарита, когда этот худенький бегемот, он маленький, худенький был, бегал, у меня мама посмотрела, говорит, какой же это бегемот, так говорит, это говорит Бублик, и все, вот Бублик, и ты знаешь, он прям сразу потянулся, кстати, насчет имени животных. В фильме Бортхо, там бегемот был не совсем, не маленький, вообще-то говоря. Ну да, да, у меня получился такой Бублик. Ну вот, кстати, насчет имени, если вы помните, фильм Бетховен, там вот музыку, они нажали Бетховена, и собака гавкнула, между прочим, все актуально, у нас была собака карма, реально животные иногда сами выбирают свои клички, то есть, это может быть просто на вами сказанное слово, как вы хотите назвать собаку, собака может, щенок может гавкнуть, либо кусануть вас, там в этот момент вы играете с ним, да, либо вот как в данном случае бегемот Бублик, на Бублик он просто стал откликаться, причем очень быстро. Карма у нас по-другому, когда мы стали поназывать всякие имена на слове карма, причем там символично было, я говорю, да это же просто карма, понимаешь, судьба какая-то, и вдруг эта собака тявкнула, вот, понимаешь, вот как в Бетховене, все это тоже, кстати, есть такое, поэтому имена животным подбирать обязательно нужно созвучно вашей семье, что вы есть, что вы несете как бы в мир, да, ваше мировоззрение, наверное, поэтому просто назвать там, вот как некоторые детей называют, а как ты хочешь назвать ребенка? Машей, я говорю, подожди, ну Маша это такое распространенное имя, ну и что, а кто-то Васька, как кота, там, или, ну как-то красивые имена Василиса, Вася, да, но все равно получается, что имена животных и людей нужно всегда все-таки соразмерять, да, как бы, может быть, где-то четко более выбирать, как вы хотите назвать животного, чтобы это было созвучно вашей душе и чтобы животному это тоже было симпатично. Лен, у меня вопрос такой, ну, болеют и домашние животные и довольно часто болеют, а, ну, существует такое поверье, что ли, о том, что животные бывают, берут на себя болезни хозяев, отводят, так сказать, от хозяев беду, серьезные какие-то болезни и даже онкологические заболевания бывают у домашних животных. Это так? Есть такое, да, есть такое, кстати, реально на наших животных мы это тоже проверяли периодически, мне, ну, кстати, скажу сейчас, пример такой, у нас была хеми, морская свинка, она у нас была с 2005 года, скажу сразу, что это, конечно, уникум, что она прожила столько времени, а умерла она в том году, в декабре, 28 числа, и странно другое, что мне как раз вот, ну, в мою сторону тоже пики идут, и мне как бы сделали порчу определенную, да, мне коллеги тоже это подтвердили, я как раз ее снимала, так вот, хеми у нас умерла от сердечного приступа, это как раз и сделано было мне на сердечную чакру, я снимала негатив, и хеми уже старая была, то есть это, считай, с пятого года по шестнадцатый, это сколько же лет, одиннадцать лет она прожила, вот, что действительно странно, потому что они так долго тоже, может быть, и не живут, я точно не скажу, но все удивляются у нас, когда узнают, то есть животное на себя взяло, причем она уходящая уже была, она на себя взяла вот эту вот порчу, животное забирает с вас болезни, когда человек приходит с работы, что собаки, что кошки, они забирают все равно, даже если собака отнимает своим шумом у вас энергию, требует ласки и прочее, тем самым все равно идет обмен вашего энергетического потенциала, и вы как бы все равно гладя животного и автоматически оставляете на нем вот этот негатив, животное автоматически подставляется по то, чтобы снять с вас таким образом негатив, поэтому это ваши защитники, как бы, но единственное, я бы советовала, никогда не надо много животных, потому что это как количество много детей, да, ты обесценивается личность, немножечко теряется видение каждого отдельно, и уже это превращается в стаю, стая ведет себя как стая, то есть индивидуализма меньше, и человек начинает уставать, представьте себе, что, допустим, если у человека маленькая квартира, там будет, допустим, 10 животных, кошки, собаки, это все, представьте, это 10 сущностей, это не просто так, это ощущение, я вам скажу, что как будто бы в квартире 10 человек находятся дополнительно, то есть, да, они маленькие, они такие, причем они не такие сознательные, как дети, или как взрослые, да, люди, но они все равно несут нагрузку как сущность, причем, если в прошлой жизни это был человек, представляете, да, такое животное, которое вдруг родился в собаку или в кошку, то вы будете ощущать, особенно если большое животное, вы будете ощущать вполне взрослого человека в шкуре этой собаки, как бы, да, и понимать, ну, как бы вам сказать, вот это все эмоции даже этой собаки, как вот, ну, только немножко по-собачьи он будет это все делать, ощущения будут идентичны, по сути, вот, по щитке эмоций у собаки, только через собачье восприятие, потому что мы все должны помнить, что все-таки это животные, у них другое видение нас, как бы, да, и в какой-то степени здесь очеловечивать животное тоже очень можно, конечно, но немножечко нужно объективно смотреть, да, потому что бывает, что в сущности собаки ну, абсолютно ужасно, да, допустим, и собака будет тоже нести плохую нагрузку, так же, как и коты, то есть, смотря кто вселился при рождении в то или иное животное. Понятно. Лен, ну, у нас сегодня немножко время ограниченное в эфире, мы чуть позже начали, мы продолжим эту тему, это очень интересная тема, и хотелось бы все-таки перейти к энергетическому целительству и все-таки связи кармической животных и своих хозяев. Есть много случаев, очень интересных случаев, совершенно необычных случаев, когда перерождается хозяева в своих домашних животных. Более того, есть такие необычные случаи, когда там про дедушку рассказывали, когда собака превратил, то есть, дедушка, который умер, превратился, возродился в собачке, и дед очень любил курить трубку, и вот эта собачка, она, да, и смотреть телевизор, вот он смотрел телевизор и курил трубку, и вот собачка, которая появилась, откуда, я уже не помню, откуда, во всяком случае, она постоянно гавкала, гавкала, когда выключался телевизор, и вот бывшая его жена, бабушка, она вдруг, да, и он очень любил дедушкино кресло, у него было любимое кресло, на него никто не садился, и вот эта собака, когда его впускали в комнату, она постоянно забегала и садилась на кресло, и гавкала на телевизор, когда его выключали, и вот она сделала такое наблюдение, более того, он постоянно бегал куда-то там к буфету, где, в общем-то, там был ящик, где лежали дедушкины, в общем-то, какие-то там любимые вещи, бабушка их хранила еще, и вот она, и он постоянно гавкал, она запозорила, что-то такое там непонятно, короче, она открыла ящик и стала доставать, и вот, когда она достала трубку, эту собачка это стало еще больше гавкать, короче говоря, она взяла, положила эту трубку на столик рядом с этим самым детством, обычно там пепельница стояла дедушкина, и вот трубка эта лежала, положила трубку, собака это, значит, на кресле сидела, она включила телевизор, и собака внимательнейшим образом смотрела программу, там, я уже не знаю, какой канал там был, вся эта вещь, но это было такое реально вполне, это было очень интересно, ну, давай я предлагаю, мы поговорим в следующий раз, у нас сейчас очень важная передача, и тут я, мне вот пишут, она пока не срабатывает, ссылки, потому что мы должны выйти реально в эфир, в реальном времени, в Google Hangout, и там надо с этим разобраться, я предлагаю продолжить эту тему в следующий раз, потому что есть много вопросов по этому поводу, мне было бы интересно связать себя с теми людьми, которые занимаются таким энергетическим целительством домашних животных, они оказывают им помощь, проводят энергетические сессии, и вот этот момент очень важен, потому что сейчас все больше и больше появляется домашних животных, которые действительно домашние, если раньше, я помню, собаки там гуляли только во дворе, там, в деревне Будка, зная свое место, то сегодня они живут, в общем-то, в квартирах, в домах, и абсолютно, вот точно такие же, и пользуются теми же, так сказать, правами, у меня, да, у меня у сына довольно большая собака, и это тоже налагает какие-то определенные, там, за нее платить надо, во-первых, чтобы она проживала в квартире, не всем это дозволяют, вот, здесь очень заботятся, здесь, не дай бог, там, на улице где-то собака идет, нагадить нет, тут все ходят и подбирают эти все вот это вот. У нас тоже сейчас начинается, очень многие подбирают какашки. Но раньше такого и близко не было, да и сейчас, наверное, не везде есть, но у нас же все, в общем-то, достаточно ухоженно, у нас нет там особых там лесов. У вас вообще, да, мне чем нравится, у вас как бы очень достаточно в этом плане все продвинуто. В России, конечно, не совсем. Ну, все равно к этому уже идем. Хорошо. Лен, спасибо большое, дорогие друзья. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь к Елене Порецкой, целитель, маг, экстрасенс, парапсихолог, медиум. Ну, еще раз, на вашей территории, скажем, на территории России ее найти достаточно просто. Если кто-то находится здесь, обращайтесь, мы к вам направим. Все, спасибо большое, успехов, удачи, здоровья. Всем пока. Всего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова